Около 2000 квадратных метров дорожного полотна было восстановлено за период работ по благоустройству в городе. В этом году на ремонт и поддержание дорог из городского бюджета были выделены средства в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей. Предприятиям Автодорсервис практически завершены работы по ямочному ремонту. На август запланированы работы по поддержанию дорожной сети и ремонту ям, которые могут появиться во время эксплуатации дорог. Ямочный ремонт позволяет только устранить ямы, которые образуются на дорогах, чтобы избежать аварийных ситуаций. Но дороги должны минимум в течение 8 лет проводиться капитальный ремонт. Улица Молодежная, Магистральная, Таежная, Проспекты Мира, внутриквартальные проезды – все эти объекты требуют ремонта. В городском бюджете на масштабные работы средств нет. Информацию о состоянии дорожного покрытия в нашем городе муниципалитет направил в округ. По подсчетам специалистов администрации на ремонтные работы по замене верхнего покрытия дорожного полотна и внутриквартальных проездов потребуется порядка 100 миллионов рублей. По улице Магистральной определена потребность в проведении первоочередных работ на площади дорожного полотна порядка 15 тысяч квадратных метров. Сумма необходимых средств составляет более 30 миллионов рублей. Помимо улицы Магистральной существует еще ряд прочих мест, которые тоже требуют оперативного вмешательства. Ориентировочная сумма средств составляет порядка 70 миллионов рублей. Сейчас муниципальные власти ждут решения округа. В этом году на Магистральной улице был обустроен пешеходный переход напротив здания ГИБДД. Теперь жители города от автобусной остановки могут напрямую через ров проходить дорожные инспекции. Новый остановочный комплекс был установлен на улице Набережная. На август запланированы повторные работы по покосу травы на придорожных участках и ремонту проездов на промзоне. В середине августа должно быть закончено обустройство нового тротуара в 13 микрорайоне. Кроме того, запланирован осмотр мостовых сооружений через ручьи. В этом году реализовываются мероприятия по проведению комплексного обследования мостовых сооружений, а именно четыре моста, а также дальнейшей разработке проектной документации по их усилению мостовых сооружений, либо иные виды работы. Особое внимание уделяется обеспечению дорожной безопасности возле образовательных учреждений. В августе планируется обустроить нерегулируемый пешеходный переход возле пятой школы, установить новые знаки и предупреждающие светофоры на солнечных батареях. Такие уже стоят возле седьмой школы губкинских филиалов УДГУ и Муравленковского колледжа. Кроме того, перед началом учебных занятий Автодорсервис будет обновлять разметку на пешеходных переходах рядом с образовательными учреждениями. У нас предусмотрено контрактом одно нанесение дорожной разметки, но учитывая важность того, что возле образовательных учреждений должно быть особое внимание, то мы решили повторно, сверхплана нанести вторую разметку. На сегодняшний день в городе обновлена дорожная разметка и заменено около 360 дорожных табличек и знаков. Продолжается работа по уборке придорожной территории от мусора. В августе планируют приступить к замене кабельной проводки на трех светофорах и усилению стоек. Эдуард Хажеев, Денис Гонцов, Илья Квасов, Денис Гимб. Новости Гублинского.